Читаем вместе «Святых Отцов» или «Атропион» или «Сообразование человеческой воли с Божественной волею», творение Высокопреосвященнейшего блаженной памяти митрополита Тобольского и всея Сибири Иоанна Максимовича. Пять книг. Переложено церковнославянского на русский язык статским советником Иваном Андреевичем Максимовичем. Киев. В типографии Киево-Печерской Успенской лавры, 1896 год. Репринтное издание. Книга 5, глава 6. Упование на Бога ослабевает и изнемогает без познания о провидении Божьем. Во время скорбного путешествия Авраама вместе с сыном Исааком, которого отец по Божию повелению имел принести в жертву на горе Мария, когда они на третий день путешествия утром приближались уже к горе, Исаак, несший на плечах дрова в виде отца, вооруженного мечом и взявшего в руки огонь, спрашивает отца. «Батюшка, вот огонь и дрова, а где ягня для жертвы?» Авраам отвечал. «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». И шли далее оба вместе. Бытие 22.2.10. О, если бы и мы в случившихся нуждах, а более всего в сомнительных случаях, когда нет никакой отрады, одно это имели всегда в сердце и повторяли. Бог усмотрит и промыслит. Бог пошлет нам необходимое в наших скорбях утешение. Сказанное, поясним примерами. Истинно, такое мучение себя, такое отчаяние, напрасно, тщетно. Бог не оставит. Господь усмотрит. Иной любитель золота, а не добродетели. Малодушествует и мучает себя мысленно. А что будет со мною, если желание мое не исполнится? Если в надежде обманусь, малодушный и маловерный ты человек, Бог исправит и промыслит. Ибо надеющиеся на него познают истину, и верные в любви пребудут у него. Премудрость Соломона, 3.9. Да послужит нам примером. Максимилиан Кесаримский, когда его смущали и беспокоили какие-либо неприятные для него приключения, он всегда говорил, Бог усмотрит, промыслит и пошлет. Так всегда и постоянно мы должны обращать ум свой к Богу, ибо Он не попустит обмануться и ввести в искушение уповающих на Него. Авраам, отец верующих, которому, хотя и казалось повеление Божие принести в жертву Исаака, противным обетованием Божиим, немало не усомнился, но великодушно поспешил исполнять повеление. Неисповедимо, с каким величайшим упованием, три дня, пока не взошел Он на указанную гору, приготовлял Он себя к тому, повторяя, Бог видит, Он увидит, истинно Он провидел, и произошло дивное, неожиданное явление. Отец исполнил жертвоприношение, Сын Себя Самого принес на жертву, Бог принял оба приношения. Однако ж жертва пребывает жива, по выражению святого Златоуста. Жертвоприношение вполне совершилось, уповающий на Бога Авраам, пришел на самую гору, до самого жертвенника взял уже нож, которым тушь минуту заколол бы сына, если б не был удержан Ангелом Господним, благовестившим, что жертва уже принята Богом и от Отца, и от Сына. Бытие 22.12.14 Упование на Бога утверждается внутрь нас повседневным нашим самообучением о проведении Божьем, совершившимся уже как над нами, так и над другими в мимошедшее время. Рассматривая внимательно свою и других людей, прошедшую жизнь, увидим, как в бесчисленных неудобствах и печальных приключениях, встречавшихся с нами и другими людьми, присутствовал промысл Божий и милостиво избавлял от многих страшных бед или неожиданными способами указывал нам нашу прямую дорогу в жизни каждого. Каждый при этом скажет с Давидом от чистого сердца «Он, невидимо, простер руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного, от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был опорой для меня, вывел меня на простор и был моим руководителем. Он спас меня, ибо Он благоволит ко мне». 2 Царств 22, 17, 20 Как много бед и неудобств потерпел я в жизни, но был спасен. Бог усмотрел, да уповаем на Бога, но никто не будет иметь смелости, дерзновению уповать на Бога, пока не будет убежден, что провидение бодрствует над каждым из нас. Спрашивать, существует ли провидение, есть вопрос безумного, и мы от него устраняемся. О сем Климент Александрийский справедливо выразился, некоторые вопросы недостойны ответов по их абсурдности. Таков вопрос о существовании провидения Божия, ибо одно уже обозрение сотворенных вещей, действующих на земном шаре, свидетельствует, что они произведены художником разумным и премудрым, живут и поддерживаются его божественным предведением и промыслом. Отделение 1. Что же есть провидение? Это есть одно из коренных свойств Божьих – видеть все действующее, действовавшее и имеющее действовать в будущем времени, как настоящее, и иметь всемогущую заботливость о сохранении творений и разумном управлении явлений, ими производимых по непреложному закону причин и последствий. Святой Иоанн Дамаскин об этом говорит так «Провидение есть воля божественная, которую все содержится и все разумно управляется». Сущность этого положения раскрываем подробнее для наглядного уразумения. Бог от века предвидит, каким образом каждый сотворенный предмет, лице или вещь создан и на какой конец, для чего предназначен. Вместе с тем, Он предусматривает, какие препятствия или неудобства могут при том встретиться. Для устранения Он их препятствий, все благие, Бог благоволил избрать и указать те средства для помощи человеку, с которыми бы Он мог достичь своей цели, предназначения. Все это Бог с самого начала создания мира предположил и необъятную Свою силу произвел в дело. Итак, в божественном провидении, по словам святого Дорофея, содержатся источники начала всякого добра. Это открыто и известно каждому разумному человеку. Отсюда произошла пословица «Следуй за Богом, не противоборствуй Богу». «Вышнему предоставь о себе промысл и попечение, помни, что Бог усмотрит. Все содержится в Священном Писании, а у древних людей выражалось по всеместных обычаях, поговорках и преданиях. Провидение же свое Бог обнаружил нам с самого начала мира, в событии всемирного потопа, в истреблении огнем Содома, в чудесах египетских, в мане небесной, не спадшей на пропитание стольких тысяч иудеев, ввиду которых дал им законы и обнаружил при этом собственное свое присутствие в провозглашении десяти заповедей из горы Синая, пред всем собранием народа. Бог Сам их вел из Египта. Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы шли они и днем, и ночью. Исход 13.21 Послал им бесчисленное множество перепелок в пищу, знаменитая даровал им победы над врагами. Что Бог имеет проведение и попечение о всем создании своем, это не подлежит никакому сомнению. Сама премудрость говорит, Господь есть Господь над всеми, Ему ни лица сильных и никакие величия не страшны, ибо Он сотворил и мало, и великое, и одинаково промышляет о всех. Премудрость Соломона 6.7 Дабы мы могли искренне вкоренить в сердцах своих познания проведений и попечений Божьим об нас, предлагаем о сём основные истины. Ничто в мире не бывает случайно или, по слепому счастью, фортуна. Если мы рассматриваем происшествия и явления, какие бы то ни было, не вникая в их причины и последствия, то нам многое кажется случайным, то есть счастьем или несчастьем нашим. Если посмотрим на них с истинной точки зрения, то есть по разуму Божию судить будем о явлениях в мире бываемых, то увидим, что в мире нет ничего случайного, что происходило бы без воли и без проведения и промысла Божия. Разум Божий, промысл, попечение Божие, есть безграничен и обнимает всё, подлежащее нашему разумению. Всемогущий Бог в одно мгновение, тем же неизменным движением ока, проникает и видит все места, высоту неба и широту земли, глубину моря и недоведомое в преисподних местах. Ничто не бывает без причины. Справедливо сказал Иов. «Я обращаюсь к Богу и предаю дело мое Богу, который творит дела великие и неисследимые, чудные, без числа». Иов 5, 8, 9. «Он всё рассмотрел, всё расположил мерою, числом и весом». Премудрость Соломонова, 11, 21. «Таким образом, во всех делах божественного правления дивное сияет его проведение и попечение, которое не только господствует, распоряжается по своей власти во всех созданиях, но присуще им и пребывает в них. А мы, слепые, думаем, что многое в мире бывает по слепому случаю, тогда как всё без исключения происходит по предвечному совету Божию, по рассмотрению, по благоволению и проведению его». Отделение 2. «Справедливо сказал Августин, «всё то, что не понимая, считая мы происходящим случайно, неразумно и без всякого Божия распоряжения, совершается оно по Божьему устроению». Объясним это примером. Господин посылает двоих слуг в одно и то же место, но различными дорогами, не сказавшие об этом ни одному, ни другому. Встреча их в том месте есть случайно по отношению к слугам. Они не думали встретиться друг с другом, но не случайно по отношению к господину. Таким же образом, нищий находит клад, закопанное сокровище, деньги, случайно. Но для Бога, благоволившего, чтобы сокровище было там закопано, чтобы этот рабочий нашёл его и обогатился, это уже не случайность. Но Божие, отеческое провидение, обогащающее бедняка, у Бога не бывает случайности, без всякого исключения. Поэтому не должно думать, чтобы, что бы то ни было человеческое, совершалось неразумно, случайно. Но всё происходит по вечному закону, который установлен всеведущим Создателем от века. Часто мы обманываемся в том, что называем случайностью то, в чём открывается высочайшая Божия премудрость и провидение, приписывающие что-либо счастью в фортуне отрицают Божие провидение. Не по случаю произошло, чтобы разбойники бросили со страху труп убитого ими человека в гроб Елисея, где брошенный, коснувшись костей Елисеевых, тотчас ожил. Не по случаю Моисей был положен в осмоленную тростниковую корзину и пущен на воду, где нашла его дочь фараона и усыновила. Не по случаю Ахааф, царь Израильский, был поражён стрелой, пролетевшую между швов панциря, а случилось это действительно по неведению пустившего стрелу воина. Смотри, Паралипоминон, 18.33. Истинная эта стрела направлена была рукою Божией, как и та, которая поразила Иулиана отступника, только для пустившего её было это случайностью. Не по случаю ласточки влетали в дом Тавита и добродетельного мужа, лишили зрения и спустив на глаза помёт Тавит 2.10. Это последовало по распоряжению Божию с тем, чтобы показать образ его терпения в пример последующим родам, что видно из слов ангела-спутника Товии, сказавшего ему, это было угодно Богу, дабы испытать твоё терпение. По случаю ничего не бывает. Не случайно было повеление Кесаря Августа сделать перепись народа во время Рождества Христова, Луки 2.1 и прочее. Не случайно встретился Христос при источнике с Сихарском, с Самарянкою беседуя. Всё это было предусмотрено и записано в книгах Божественного Провидения ещё прежде всех веков. Отделение 3. Когда святые мученики Киприяна и Устина, память их, октябрь, второй день, осуждены были на отсечении им голов за веру во Христа, и они введены были на место казни, некто, феоктист, едущий на коне, сказал, «Несправедливо осуждены эти люди. Феликс, судья, велел тотчас же стащить его с коня и вести на казнь вместе с мучениками. Не исследованы суды твои, о Боже, а небездна великая». Псалом 35.7. Упомянутая встреча, по-видимому, произошла случайно, но это провидение Божие. Сделали братья Пафнутию вопрос, какая тому причина, что многие, состоя под управлением и наставлением одного учителя, одни не успевают ни в добродетели, ни в учении, другие же в том и другом преуспевают. Он Пафнутий отвечал, «Все, что бывает в свете, бывает или по Божьему благоволению, или же по допущению Божию. Но то и другое имеет тесную связь с правосудием Божиим и промыслом Его. Именно дела благочестия и добродетели совершаются теми лицами, кои угождают Богу своей покорностью, признают себя пред Богом прахом и пепелом, последним смирением и горячей любовью к Нему. Дела же беззакония, совершаемые теми гордецами, кои не уповают на Бога и даже не верят в промыслы Его, полагаясь на свой разум и человеческие силы, они-то производят в мире бедствия, обиды и разные возмущения неправды под опущению Божию. Почему же Бог таковое злодеяние слишком уже часто допускает? Платон советует молчать на этот вопрос, не отвечать. Судьбы Божия бездна много. Тот высказал истину, кто сознал, что без совета Божия и проведения его, и без причины ничего в мире не бывает. Он, обращаясь к Богу, говорит о себе, «Возглаголю Господу Богу, я прах и пепел, и если я помысли, что о себе более, восстань против беззаконника, ибо недостойно есть это свидетельство, и я, виновный, молчу, если же я смирюсь и преклонюсь к земле, из которой состоит мое бренное тело, да преклонит ко мне благодать твоя, свет твой просветит мое сердце, и останки прежней гордости да исчезнут в моем ничтожестве и погибнет след их. Там, в загробной жизни, покажи мне, что я есмь, что было, чем буду, я ничто, но без тебя и этого я не могу узнать. Оставленный на свой произвол я страдаю моими немощами, но единый взор твой укрепит меня и исполнит радостей. Фома Кимпийский о подражании Христу. Книга 3, глава 8. Августин же говорит, волнуется море мирское, и ты, Господи, видишь злых, процветающими, во всем довольными, добрых же, угнетаемыми, вот ускушение, вот буря. Господи Боже, в этом ли Твоя правда состоит, чтобы злые благоденствовали, а добрые страдали? И Бог отвечает Тебе, это ли Твоя вера, это ли я обещал Тебе, то есть цветущее состояние, или ты потому ли называешься христианином, чтобы наслаждаться мирскими успехами? Смотри, Августин, толкование на 55-й Псалом. Смиримся пред Богом и успокоим наши сердца, удовлетворим он и верою в Божие провидение, когда мы видим нечестивых господствующими, благочестивых озлобляемыми и притесняемыми, благочестие искореняемо, правду разоряемо, ничего этого не было бы, если бы не Бог допустил это, и истинно не допустил бы Он, если бы не имел на то достаточных причин, ради которых признал Он лучше допустить, чем воспретить. Скажешь, от этого допущения возникает многоразличное бедствие и величайшие смуты. Можно сожалеть об этом, но сожалеть рассудительно, ибо по весьма справедливым причинам так угодно было Богу, который из величайшего зла может производить дивное добро, так легко, как легко вынуть меч из ножен. Не удивляйся тому, что суды Божии таинственны и непостижимы. Во Второе пришествие Христова, в страшный день судный, вся жизнь каждого человека явится, как в зеркале, и каждая причина, по которой провидение Божие устроило то или другое происшествие, и для чего устроило, повсюду, во всех царствах, городах, семействах, и с каждым человеком произошло то или другое дело, все откроется. Как милостив был Господь к скрешающим, и каждый из них более или менее будет безответен, а также и то обнаружится, в какой степени был сообразен образ Божьего мира правления с его славой и правдой, и насколько приличен и благодетелен для всех вещей естества или природы. Не забудем того, что Бог из каждого зла творит некоторое добро. Что печальнее было грехопадение Адама и Евы со всем родом человеческим, однако же Бог так восстановил их, что терперешнее положение христианина выше Адамова райского положения, Христова крестная смерть для иудеев соблазн, а для эллинов безумие, однако же она соделалась спасением всего мира, всем званым, честью и славою и приобретением вечно блаженной жизни. 1 Коринфянам 1, 23. Отделение 4. Пришел однажды к святому Пахомию Феодор, мучимый жестокую головную болью, прося Пахомия, чтобы он своими молитвами утолил сильную головную боль. Пахомий святый отвечал ему, «Думаешь ли ты, что эта боль или другое подобное мучение приключается безволие и попущение Божие? Терпи, и когда Бог благоволит, Он поможет и исцелит тебя». Хорошо воздержание в пище и питье весьма полезно милостыне, но гораздо больше приобретает болящий, когда он терпеливо и с благодарностью переносит болезнь, неспосланную по благоволению Божию. Отсюда становится понятным, что не может иметь спокойствия в сердце тот, кто не тверд в бытии промысла Божия, и наоборот, не может долго бедствовать тот, который постиг живую веру и тайну всеобъемлющего проведения Божия. Много скорби праведнику, но Господь от всех избавляет его, хранит Господь все кости его, ни одна из них не сокрушится». Псалом 33, 20, 21. Истинное изречение одного благоразумного мужа по имени Серафима Фирмана «Жизнь святых Бог так устрояет, что в каждое мгновение времени и каждой вещи все в их святых пользу обращается. Почему же бы и не все, ибо мы знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу». Римлянам 8, 28. Так Бог покровительствует им, смотрит за ними своим недремлющим оком. Вот почему между Господом и Его избранными замечается любезнейший подвиг. Избранникам Божьим ничего нет приятнее, как хотеть и делать то, что приятно и угодно Богу. Бог же им всегда помогает и совершает в том, что для них благопотребно. Праведные люди любимы Царем Небесным и о чем они просят у Него, то получают. В этом удостоверяет нас святый Иоанн Богослов, говоря, «Мы имеем дерзновение, смелость пред Всевышним к Богу, и чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. И это трижды повторяет, чтобы отнять у нас наше малодушие». 1 Иоанна 3, 21, 4, 17, 5, 14. Бог повелел Эзекиилю, пророку, «Возьми себе пшеницы и ечменя и бобов и чечевицы в подлиннике ляща и пшена и полбы и всыпь их в один сосуд и сделай себе из них хлебы, пеки их на человеческом кале для едения». Иезекиил 4, 9, 12. «Возгнушался таким хлебом пророк, говоря, «Душа моя никогда не осквернялась, и мертвечины, и растерзанного зверем я не ел от юности моей до ныне, и Бог тотчас же отменил это повеление». Там же стих 14, 15. «Яков, боряся, сказал, «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Бытие 32, 26. «И получил благословение, когда преподобный Виссарион в житии июня шестого дня шел с учеником к другому постоножителю, солнце было уже на западе, а Бутих был еще далек. Старец помолился к Богу, говоря, «Молю тебя, Господи, повели, да остановится солнце, пока я дойду, дорабатывай его». Так и было. Солнце не зашло до прибытия Виссариона к тому старцу. Ясное дело, Бог в волю боящихся его исполняет, мольбу их слышит и помогает им. Псалом 144, 19. Кроме того, Бог открывает еще своим святым угодникам величайшие сокровенные тайны. Сказал Господь, «Утаю ли я от Авраама, раба моего, что хочу делать?» И тут же повторил обетование свои отцу верующих и открыл ему тайну казни Содома и Гаморы серую и огнем с неба. Бытие 18, 17, 19, 24. Подобным образом Христос говорит избранным своим, «Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Иоанн 15, 15. Отделение 5. Учитель в подлиннике Деда Скал, уча мальчика в грамоте, берет иногда у одного ученика его пальцы и показывает ему, как он может удобнее и красивее начертать буквы и слова, а о другом ученике немало не заботится. Какая этому причина? Первый ученик подает хорошую надежду, он добронравен, честен, умен и понятлив, а другой назойливый негодяй, непослушен, нахален, неукротим и осел ленивый во всяком деле. Как тот учитель с учениками, так и Бог поступает со всеми нами. Он волю боящихся его исполняет, во всякое время охраняет их и направляет их дела к добрым успехам. Напротив, злонравным и противящимся его заповедям говорит, «Когда вы умножите моления ваши, не послушаю вас». Зачем это? Говорят, Бог не сохраняет нас, не направляет дел наших к успеху, как у других людей. Вы сами виноваты, ибо очи Господни обращены на праведников и уши его, к их воплю горячей молитве, но грозное лице его, наделающих зло, чтобы истребить на земле память о них. Псалом 33, 16-17 Покорным Богу обещано, будешь ли переходить через воды и я с тобою через реки ли, они не потопят тебя, пойдешь ли через огонь не обожжет тебя и пламя не опалит тебя. Исайи 43, 2 Воззовешь и ответит «Вот я, я буду ему, говорит Господь, вокруг стеной огненной и в славу ему посреди его». Сообразующийся с божественной волей ум человеческий делается как бы престолом Божиим, на котором восседает Бог, как царь царей. И такого человека никто не дерзнет коснуться без Божьего благоволения или попущения. Удачно сём выразился блаженный Амвросий «Для нерадивых Господь спит, а для праведных Он бодрствует, и это не потому, будто бы Он первых предал забвению, Он их только наставляет, обличает, возбуждает, бьёт, но потому, чтобы лучшим, яснейшим образом, многоразличными знаками, знаменями заявить свою помощь, своё проведение об своих избранниках». Иаков, когда был спрошен Исавом при встрече с ним «Кто это у тебя?» отвечал брату «Это дети мои, которых Бог даровал рабу твоему». Этими кроткими словами вразумил Исава, говорит святой Златоуст, «Сколь великое было у Бога проведение и попечение о нём». Иакове сравни бытие 33.5. Бог имеет попечение о добрых людях, как о друзьях и детях своих, о нечестивых же, как о взятых в плен и о рабах. И если Бог, как бы по принуждению, ради беззаконий наших изменяет законы самой природы на худшие, то опять тысячекратно восстанавливает их на лучшее положение, ради молитв друзей своих праведников и ради нашего покаяния, искреннего исправления себя. Это дивное Божие проведение, предизображенное Листвицию, которую видел во сне Иаков. Она была утверждена на земле и верхним концем досягала до неба есть истинное свойство Божие, управляющее Вселенную. Всё, что делается на небе и на земле от века видит Бог явственно, отчётливо, ибо премудрость Божия быстро распространяется от одного конца до другого и всё устрояет на пользу. Премудрость Соломонова 8.1 Всё вообще создал живущий во веки Господь один праведен, который всё устрояет, а всех имеет попечение. Иисус Сын Сирахов 18.1 Промысл Твой Отец управляет кораблём, ибо Ты дал и путь в море, и безопасную стезю в волнах. Премудрость Соломона 14.3 И многие другие места Священного Писания свидетельствуют о проведении Божием. Истина есть един Бог, и нет другого Бога, кроме Его, который радеет о всех и обо всём. Есть же в Боге, была и будет во веки веков жизнь, живая сила, неизменно стремящаяся разумно и премудро предвидеть в творениях свободно разумных уклонений от добра козлу во вред самим себе, и сделать это уклонение, не вредя свободной воле, уклонившегося безвредным для других личностей, частных, народных обществ и всего человеческого рода. Это для нас непостижимое действие Божие, состоящее в исправлении и устроении нарушенного закона, нарастанного добра, есть проведение Божие. Бог видит. Промысл Божий, Бог печется, промышляет. Действие это всесильно, неизменно, никем и ничем непобедимо, как сам Бог. Нередко мы не сомневаемся в Божьем проведении промысля, признаем его, но жалуемся, как бы на некоторое стеснение нашей свободы, подобно детям, ненавидящим строгого отцовского наказания. Следует нам отбросить такие жалобы и последовать во всех наших помыслах, намерениях и делах воли Всевышнего чадолюбивого Отца, предпочитая ее нашей погрешительной свободе, этим самым и свою волю изменим из погрешительной в непогрешительную, из злой в добрую, положим себе непременным правилам поступать во всем не как приятно нам, но как Богу угодно, не станем подражать безумцам, говорящим в сердце своем, нет Бога, развратны они, гнусны дела их, нет творящего добро. Псалом 13.1 Они ослепли, не видят своего злополучного конца, как всей жизни, так и в будущий, если не покаются. Если мы, отвративши взор свой от мира, лежащего возле, внидем во внутренний дом свой, в свою душу и совесть, рассматривая себя самих, кто мы, смертные, бессильные, чем живем, Божьей милостью и его дарами, кто сохраняет нас в бедах и немощах, проведения и промысл Божий, тогда убедимся мы в истине евангельского изречения, что и один волос с головы нашей не упадет, без ведения и повеления Божия. А потому истинно сказал святой Августин, если враг рассечет все мои члены телесные, то неужели я лишусь их, когда у Бога сосчитаны все мои волоса, не только члены. и не укрепая северный, не укрепая и неудивая и неудивая нации Субтитры создавал DimaTorzok